Мне нравится, как собирается народ сейчас на этой площади. Люди хотят праздника, люди хотят оптимизма, хотят прекрасной музыки, хотят услышать свои любимые песни, любимые песни нескольких поколений. И петь, конечно, вместе с нами. Это и есть формат. Народная караоке номер один в стране. И сегодня мы на этой площади сделаем настоящий праздник. Всего несколько минут на общение с журналистами, и Михаил Турецкий вместе со своим коллективом отправляется на сцену поздравить рязанцев и начать свой концерт в формате народного караоке. С 2015 года этот проект был реализован более чем в 35 городах России, а также в Белоруссии и Казахстане. Теперь в нем поучаствовали рязанцы и, по всей видимости, остались довольны. Вместе с хором турецкого любимые песни на площади Победы поют сотни, а может быть и тысячи рязанцев. Давайте узнаем, нравится ли им концерт. Скажите, пожалуйста, как вам концерт, какие эмоции? Вообще вот для нашего города это как-то очень необычный формат, потому что вот два года назад был какой праздник, и сейчас почти такой же праздник. То есть, мне кажется, вот для молодежи, для подрастающих, это все хорошо сделано. Очень, очень нравится. Все песни нравятся. Готова подпеть, но голоса нет. Впечатления очень хорошие. Очень хорошо, что сегодня, наконец, хорошая погода, что много людей пришло на площадь. Я думаю, в такой день такие исполнители только украшают наш праздник и наш город. Поете вместе с ними? Конечно. Действительно, пели все, вне зависимости от возраста. Для тех, кто не знал слов, на большом экране транслировались тексты песен. Но большинство исполняемых композиций – это действительно народная музыка, хорошо знакомая каждому. Есть такое понятие – любимые песни нескольких поколений. Что это такое? Это тщательно отслекционированная музыка, которая в народном сознании существует как добрая, радостная, патриотическая, настоящая, любимая песня своей страны. На площади Победы звучали народные песни, в том числе посвященные военно-морскому флоту, а также хиты Владимира Высоцкого, «Ласкового мая» и даже легенды рока Виктора Цоя. Не обошлось на концерте и без музыкальных сюрпризов. Сейчас мы с вами слышим песню, которую когда-то Фрайди Меркурий спел вместе с Мансеррат Кабалье. Конечно, ей рязанцы подпеть не смогут, но зато смогут насладиться чудесными голосами. Ну а закончился концерт композиции, которую вместе с хором турецкого спел глава региона Николай Любимов. «Россия» – наш компас, наш компас земной, а удача, награда за смелость, а песни довольно одной.